Первый занок приземел и для учащихся специальной коррекционной школы-интерната номер 8. Здесь, помимо сирот и детей, оставшихся без побечения родителей, обучаются и ребята с заболеваниями психического расстройства. Торжественная линейка на этот раз прошла в актовом зале, где собрались директоры, учителя и десятки нарядных ребят. Среди них 12-летний Дауен. Сюда он примел прямо-таки с корабля на бал. Мальчик только прилетел из Турции, где состоялся международный конкурс «Арт Олимп». Среди участников из пяти стран мира он удостоился звания самого лучшего по вокалу. Мы за лето набрались сил и теперь готовы дальше набираться знаний. Всех детей поздравляю с первым сентябрем. Желаю нам всем удачи. Поздравить детей с праздником приехали и из Алматинского департамента по защите прав детей, да не с пустыми руками. Новые портфели с полным комплектом школьной принадлежности получили несколько самых лучших учеников интерната. Сегодня моя миссия школа-интерната номер 8, специальная школа-интерната номер 8, это поздравить детей и коллектив с началом учебного года, пожелать им здоровья, прежде всего. Республиканская благотворительная акция «Дорога в школу» проходит в Казахстане уже пятый год подряд. В прошлом году за счет спонсоров удалось обеспечить необходимыми школьными товарами 10 тысяч алматинских первоклассников на сумму 126 миллионов тенге. Акция «Дорога в школу» стартовала 1 августа и продлится до конца сентября этого года. Поэтому казахстанцев есть еще в запасе время, чтобы оказать помощь нуждающимся детям.